Предпоследняя среда января. Стараниями парней из фонда «Город без наркотиков» стала, видимо, последней свободной для однополой парочки спортсменов-подростков, которые в марте отметят, очевидно, в следственном изоляторе, 1, 26, 2, 23 года со дня рождения. Старшего зовут Георгия, младшенький Сереженька. Обоих сдала их подруженька, влетевшая с наркотой, в рамках кампании по облегчению собственной участи. Она рассказала, что эти два друга впряглись работать с закладчиками на интернет-магазин с тем же названием, что носит британский музыкальный дуэт, работающий в жанре электронной музыки с 1991 года, когда вот этого наркодуэта еще и в родительских мыслях не было. Закладчица была столь мила, что даже заложила новых закладчиков со всеми потрохами, включая время и место, когда и куда они двинутся раскладывать наркосинтетику. И ведь не обманула, не ошиблась. Полицейские отдела наркоконтроля 13-го ОПА вместе с фондовцами заранее выставились при входе в Шартажский лесопарк и, по имеющимся подробным приметам, приметили вскоре этих двух обоих барыжных засланцев. Те прибыли на рабочее место на свежем воздухе на такси и углубились в работу, то бишь в лес. Мешать им не стали, взяли на выходе. У обоих при себе было еще очень много товара, расфасованного для дальнейших закладок. Познакомились. Оказалось, что младшенький Сереженька в наших краях понаехавший с юга, точнее с севера Челябинской области. Родился в Кыштыме, прописан вообще в поселке Татыш на 30 персон под Озерском. И вот приехал в Екатеринбург. Однако ж не учиться, не работать, что вы, отдыхать. А в Екатеринбурге с какого периода времени находитесь? В полгорода. С какой целью прибыли в город? Кататься на сноуборде. Второй сугубо местный Жора кататься ему помогал, потому что он настоящий знакомый друг. Друг, знакомый друг. Давно знакомый-то? Получается год почти. Понятно. При каких обстоятельствах познакомились? Катались на сноуборде, познакомились. Спортсмены, да? Однако, как и в том анекдоте про серьгу в ухе и пиратский корабль, которого за окнами что-то не видать, ни одного спортсменского сноуборда при спортсменах не обнаружилось. Зато допинга у умотаться. В деле фигурирует изъятый аналог метилендиокси-пиравалерона альфа-ПВП, общим весом 80,7 грамма, при том, что уже 3,5 грамма – это крупный размер. Сюда вошли запасы, которые нашлись при сноубордистах, и то, что изъяли на только что разложенных по шарташу и не только закладках. Благо, фотографии мест были прямо у них в телефонах. Оба арестованы, живут в СИЗО, и жить в неволе и мишедолго, судя по тому, что статья 228, прим. 1, часть 4, за сбыт наркотиков в крупном размере в качестве минимального срока предполагает 10 лет, а штраф до миллиона рублей. Ну и, кстати, о денежках. Поработали эти два глупых упырька и заработали себе до 20 лет зоны за бесплатно. Какой период-то работает, если полгода? Четыре дня. Сначала-то недели. Деньги-то за зарплату получали уже? Нет. Нет. Продолжение следует...